Онкологический центр Восточной больницы может остаться без трех ценных специалистов лоров, которые до сих пор проводили сложные редкие операции. Недавно они написали заявление об увольнении. Это значит, что в больнице опустеет целое отделение. Без этих врачей тут не смогут лечить пациентов с опухолью головы и шеи. Виктория Пушкила, Отто, с подробностями. Элза Рате, Реннерс Декснис и Роман Залпс. Имена этих лоров не раз упоминались в новостях об очередной уникальной операции. О ней лечат сложнейших пациентов в онкологическом центре Восточной университетской больницы. Но недавно все три врача написали заявление об увольнении. Причин сразу несколько. В последнее время, длительный период уже, скажем, несколько лет велся из-за того, что не было никакого движения отделения вперед из-за того, что мы никак не могли получить нормальное новое оборудование, которое нужно, чтобы лечить больных, соответствующие с руководством международным. И, конечно, с каждым днем актуально и актуально становился вопрос того, что мы останавливались только троем. И полный объем этих работ троем выполнить уже было очень затруднительно. Еще одна причина – низкая зарплата. Неконкурентная зарплата за нашу работу по сравнению с тем, что можно просто, сидя амбулаторно в приеме, заработать. Мы с этими вопросами обратились к Валде больницы. Нас не услышали. В итоге все три врача решили прекратить трудовые отношения 31 декабря. То есть в первый день нового года Восточная больница останется без глоров-онкологов. Их коллега, руководитель клиники онкохирургии Арман Сивинш, говорит, что больница потеряет бесценные кадры. Онколоры, которые делают большие, тяжелые, я бы сказал, даже уникальные операции вместе с микрохирургами. Если они уходят, значит, в онкоцентре эти операции больше не будут проводиться, и таких специалистов больше не будет. Значит, мы не сможем больше лечить пациентов с уколями головы и шеи. Арман Сивинш говорит, что и сам на грани того, чтобы написать заявление. И тогда онкологический центр останется не только без глоров, но и без руководителя клиники онкохирургии. Я говорил насчет зарплат, не только лоров, да, и у нас, у хирургов, зарплата в 3-4 раза ниже, чем хирург, который работал там в амбулаторных, в частных учреждениях. Ну, единственное, чем один из членов правления пробовал остановить, чтобы у нас была мотивация, то то, что мы получаем кайф, да, от этих операций. И это достаточная мотивация для того, чтобы здесь остаться. Член правления Восточной больницы Харлс Плаудис подтвердил, что получил заявление об увольнении сразу от трех врачей. Он отметил, что до 31 декабря, пока врачи еще работают, все обследования, консультации и плановые операции состоятся. Сейчас они ведут переговоры с врачами, чтобы те все-таки остались. Здесь еще есть место для дискуссии. Нужно отметить два фокуса. Один – аппаратура. И здесь со стороны больницы нужно признать, что в первой половине года был ряд закупок большой онкологической аппаратуры. Например, аппарат для магнитного резонанса. Два линейных ускорителя для обеспечения специфического лечения. Нужно признать, что закупка аппаратуры для лоров немного задержалась. Но сейчас правление ее утвердило. Второе – зарплата. Если мы смотрим на частный сектор, то сейчас с государственным больницам очень сложно конкурировать в плане зарплат. При этом сам руководитель отделения хирургии головы и шеи Роман Залпс Рус ЛСМ рассказал, что не знает, что может заставить его передумать и забрать заявление об увольнении. Виктория Пушкелы-Отто, Занда Озола-Балода, Ивар Жипицкес, Рус ЛСМ.